Я приветствую вас на своем канале. Сегодня нас ожидает очередной новостной выпуск. Достаточно разнообразные и разносторонние новости, так что давайте приступать. Итак, туроператоры заявляют, что туристы уже вовсю бронируют туры на Новый год на заграничные направления. И, конечно же, одним из лидеров среди зарубежных стран является Турция. Поэтому, я думаю, будет очень даже уместно вкратце пробежаться по тем предложениям, которые сейчас предоставляют туроператоры, и узнать, за сколько же можно будет отдохнуть в новогодние каникулы в Турции. В озвучиваемые цены будет входить предложение с вылетом из Москвы 29-го либо 30-го декабря на 10 дней на двоих. Давайте посмотрим, какие отели сейчас пользуются наибольшим спросом. Среди популярных в зимнее время гостиниц в Турции туроператоры отмечают такой отель, как Limac Arcadia Sport Resort Hotel, который располагается на курорте Белек. Отдохнуть в нем 10 дней в период новогодних каникул обойдется на двоих в 147 тысяч рублей. Еще один небезызвестный отель, который носит название IC Hotel Green Palace, расположенный в Кунду, также пользуется немалым спросом у туристов в зимнее время. В нем можно отдохнуть в новогодние каникулы 10 дней за 153 тысячи рублей. Если же мы с вами рассмотрим такой курорт, как Кемер, а конкретно местечко Бельдиби, то там можно будет забронировать отель под названием Ака Антенден, который рекомендуется как отель с большой красивой территорией с соснами. В стоимость пакета входит праздничный новогодний ужин на двоих. Стоимость составляет 186 тысяч рублей. Кроме того, туроператоры обращают внимание туристов на такой отель, как Тренди Лара. В нем можно отдохнуть в новогодние каникулы на двоих за 159 тысяч рублей. И хотя он располагается не на первой береговой линии, он пользуется достаточной популярностью, поскольку внутри на территории имеется подогреваемый бассейн с морской водой. Ну а если вы причисляете себя к тем туристам, которые не любят отдыхать на системе all-inclusive, а предпочитают городские отели и хотели бы во время своих новогодних каникул в Турции погулять по старинным улочкам Анталии, то тогда здесь также имеются несколько вариантов. Например, можно рассмотреть такой отель, как Otium Boutique Delight Hotel 3 звезды. Тур с 30 декабря по 8 января в такой отель можно будет заказать всего за 107 тысяч рублей на двоих. Также в городской черте можно рассмотреть такой отель, как Tuvana Hotel Boutique за 123 тысячи рублей. Пожалуйста, в новогодние праздники можно будет там отдохнуть. Вот такие вот примерные цены сейчас предлагают туроператоры на отдых в Турции в новогодние праздники. Если вы хотите, я могу сделать более подробный обзор по ценам на туры в Турцию по различным курортам. Если такой обзор нужен, обязательно дайте знать в комментариях. Ну а мы идем дальше. Секундное напоминание о том, чтобы вы поставили ваш пальчик вверх, чтобы наш полезный канал продвигался на площадке YouTube и привлекал к себе внимание еще большего количества зрителей. Заранее спасибо. Ну а теперь давайте перейдем к заглавной теме данного ролика. Я думаю, все вы прекрасно слышали, что вчера из-за густого тумана в Москве было отменено или задержано более 200 рейсов. Кроме того, некоторые самолеты, которые следовали по направлению в Москву из различных городов России, были вынуждены сделать остановку в совершенно другом городе. Так произошло и с рейсом, который вылетал из Краснодара в Москву. Из-за того, что аэропорт Внуково не мог принять рейс авиакомпании «Победа», она была вынуждена посадить свой самолет в аэропорту Нижнего Новгорода. Именно там произошел беспрецедентный случай, который чуть не вылился в настоящую трагедию. Этот случай связан с ребенком. То, что произошло на борту самолета, не поддается никакому объяснению. Уже вчера вечером все социальные сети взорвались этой новостью, обсуждали. Давайте же более подробно рассмотрим, что конкретно произошло. Как я уже обозначила выше, из-за того, что вчера аэропорт Внуково не смог принять рейс, летевший по направлению из Краснодара в Москву, самолет авиакомпании «Победа» был вынужден приземлиться в аэропорту Стригина в Нижнем Новгороде. Но вместо того, чтобы выпустить пассажиров из салона самолета на время такой задержки, их продержали на борту самолета более 7 часов. Представьте, продержали без еды и воды. В результате того, что пассажиров держали и просто-напросто не выпускали из самолета, ребенку, находившемуся в это время внутри на борту, стало плохо до такой степени, что пришлось вызывать скорую помощь. Вот что сообщают СМИ, цитирую. «Проблема возникла по той причине, что аэропорт оказался не готов предоставить трап к самолету. Пресс-служба Стригина, в свою очередь, утверждает, что заблаговременно предупреждала авиакомпании о недостаточности технических ресурсов для обслуживания большого количества лайнеров, вынужденных с небольшими интервалами приземляться в аэропорту, так как московский авиаузел не принимал из-за сильного тумана». Представитель же Победы лишь подтвердил многочасовую задержку вылета и заверил, что экипаж предпринял все необходимое для спасения ребенка. Для поддержания его жизни использовались кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, пострадавшего передали врачам. Эксперты в области авиации уже сейчас называют данный случай беспрецедентным и не могут понять, почему обе стороны, что аэропорт, что авиакомпания, открещиваются от своей ответственности. В то же время эксперты авиации говорят о том, что действительно ситуация в аэропорту сложилась довольно-таки сложная, действительно не было достаточного количества техники, трапов, и те самолеты, которые приземлялись в Стригене, не могли выпустить своих пассажиров из салона. Но в то же самое время эксперты говорят, как так получилось, что так долго эвакуировали ребенка, которому стало плохо на борту самолета. Как заявляется, скорее всего, этим случаем займется транспортная прокуратура и будет выяснять, что же послужило причиной таких действий. Кстати говоря, это был вчера не единичный случай. То же самое произошло с самолетом, который вылетел из Якутска в Москву и был вынужден приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода. Там также пассажиров заперли в салоне самолета и не давали им выйти. Цитирую, на просьбу открыть дверь, чтобы подышать, отказываю. Детское питание надо развести, но воды нет даже для детского питания. Детей много, пожилые люди. Девочка у нас лежит, подросток, ей плохо. Мы шесть с половиной часов уже тут сидим. Из Якутска вылетали, нас через час покормили и все. Как сообщается, ввиду такой ситуации, пассажиры пытались связаться с местным начальством, но никто не брал трубку. Вот такие вот два инцидента произошли вчера в аэропорту в Нижнем Новгороде. На самом деле, действительно, очень жаль, что с людьми так не по-человечески обращаются. С одной стороны, понятного аэропорта не было достаточно технических средств, но с другой стороны, вот из последнего сообщения мы видим, что даже не могли открыть дверь для того, чтобы люди подышали, детям было плохо. Конечно, больше всего в этой ситуации жаль детей. Я думаю, что подобные случаи, которые мы наблюдали с вами вчера, должны давать пищу для размышления вышестоящему руководству в аэропортах, и чтобы на следующий раз у них был заготовлен план, в случае, если в их аэропортах будут приземляться незапланированы лайнеры. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого безобразия. Все-таки можно было как-то по-человечески отнестись к пассажирам и вовремя эвакуировать ребенка, которому стало плохо, или хотя бы открыть дверь самолета, чтобы люди могли подышать. Все это действительно очень странно. Столько, уже более полутора лет работаю с новостями, и иногда не перестаю удивляться, какая же порой бесчеловечность проявляется со стороны человека. Сегодня же уже сообщается, что московские аэропорты вернулись к своему стандартному графику работы и сейчас принимают и выпускают авиарейсы без каких-либо ограничений. Мы переходим к следующей новости. Некоторые туроператоры сообщили о том, что открывают ранее бронирование отдыха на зарубежные направления. В частности, об этом уже заявил туроператор Coral Travel, ну а также Sunmar. Данные туроператоры уже предлагают приобрести туры в Турцию, Египет и Арабские Эмираты. Первый платеж 10% должен быть внесен в течение трех рабочих дней после подтверждения заявки, но не позднее 31 декабря. Оставшиеся 90% необходимо оплатить за 11 дней до поездки в Турцию и Египет или за 15 рабочих дней до поездки в ОАЭ. Кроме того, об открытии раннего бронирования на туры на зарубежные направления на 2022 год также объявил и туроператор Pegas Touristik. Но данный туроператор требует предоплату в размере 25% от стоимости тура. Всю сумму за тур туроператор ждет не позднее 14 дней до вылета. Забронировать поездку можно до 31 марта на даты вплоть до 31 октября 2022 года. Но насколько же актуально и выгодно делать раннее бронирование сейчас в наших современных реалиях? Даже турагенты сообщают о том, что смысла в раннем бронировании пока не так много. Ну и на это есть несколько причин. В первую очередь, конечно же, раннее бронирование не настолько актуально, как прежде, в связи с пандемией. Сейчас люди боятся заранее что-либо покупать, потому что все вы прекрасно знаете. Очень многие из вас и в 2020, и в 2021 году столкнулись с той проблемой, когда тур был куплен. Но из-за внезапного закрытия границы весь отпуск полетел к коту под хвост. И просто вы не смогли вылететь на забронированное вами направление. Понятное дело, что сейчас только единицы будут рисковать тем, чтобы заранее покупать билеты, заранее покупать пакетные туры. Даже об этом сообщают сами турагенты, что пока туристы не спешат этого делать. Ну и, естественно, все прекрасно понимают почему. Будем надеяться, что туризму удастся восстановиться в ближайший год. И люди в ближайшее время перестанут опасаться за то, что не смогут улететь по путевке ввиду закрытия границ. Вы помните, в прошлом ролике мы с вами подробно обсуждали ситуацию, которая произошла с туристами на курорте Хургада в Египте, когда было зафиксировано массовое отравление. И в связи с этим глава Ростуризма Зарина Дагузова решила по собственной инициативе связаться с Министерством туризма Египта и обсудить заданную тему. В частности, глава Ростуризма предложила египтским коллегам совместно с санитарными службами проверить отели и рестораны Египта. Зарина Дагузова подчеркнула, что безопасность туристов является абсолютным приоритетом, поэтому все вопросы, связанные с безопасностью, должны находиться на особом контроле. В связи с последним инцидентом глава Ростуризма попросила египтского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведения общественного питания. Конечно же, после данного телефонного разговора министр туризма Египта выразил полную готовность предпринять все возможные меры для того, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание туристов на курортах Египта. Посмотрим, повторятся ли подобные инциденты. Очень многие из вас мне писали в прошлых комментариях о том, что в Египте лучше бронировать всегда только пятерки. Кто-то писал, неважно, какой отель вы забронируете, пятерка, четверка, все равно в Египте с едой постоянно какие-то проблемы. Вот только открыли Египет, я имею в виду в этом году, несколько месяцев же всего летают наши туристы на отдых Египет, но уже начинают всплывать вот такие вот проблемы, которые фиксировались и несколько лет назад. Можно предположить абсолютно все, что угодно, может быть разучились работать, может быть это простая халатность. В любом случае прокуратура Египта уже разбирается. Будем надеяться, что подобных случаев с массовыми отравлениями больше не повторится. На сегодня у нас получились вот такие вот новости. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем ролике.